Не, ну сколько мы будем стоять? Да, окраем маршрутку, да и все, следующее буду тебя подъехать. Что вы здесь, на жизнь людей мучает? Вспышки недовольства, висящие в воздухе негодование и молчаливое терпение. 6 октября в Рязани вступили в силу изменения движения пригородного транспорта. Их два. Теперь маршрутки ходят по расписанию, и билет необходимо приобрести в кассе автовокзала, а не у водителя. Нам просто вернуть прежний уровень. Набралась маршрутка, уехала, набралась, уехала. Эльвира представляет инициативную группу из Солочи. Они уже писали губернатору, президенту и в прокуратуру с просьбой вернуть прежнюю систему. Официальный ответ пока не пришел, но администрация города уверена, что трудности, с которыми сейчас сталкиваются люди, это временное явление. Я лично наблюдаю за ситуацией, приезжаю в часы пик на автовокзал. Очередей на вокзале нет. Вся автобусы ходят по расписанию. В зале ожидания можем с вами пройти, посмотреть. Мест хватает. Люди в кассе, тоже очереди. Буквально 4-5 человек. Пассажиры имеют другую позицию. Их раздражает расписание. Время отправления транспорта ежедневно корректируется на основе исследований пассажиропотока. Таким образом, прибытие маршрута постоянно смещается от 5 до 15 минут. И предсказать, во сколько ты завтра уедешь с автовокзала, стало даже сложнее, чем раньше. Кассир только вышел. В 8 часов. У меня три машины. Мне нужно обилетить три машины. Вот. Мы выехали, хотя по расписанию 8 часов должен отходить. А выехали мы 20 минут 9. Почему сразу не отпустить? Если народу много в час пик, можно же две на одно время отправить, чтобы людей посадить. А то, что мы должны сейчас еще 10 минут стоять, пока подадут. Они стоят там, мы стоим здесь. Утвердить итоговую версию расписания обещают до 23 октября. Насколько оно будет соответствовать реальным запросам граждан, покажет время. А пока возникают вопросы по наполняемости транспорта. Даже если в машине есть свободные места, занять их бывает невозможно. По новой системе продажа билетов на маршрутке заканчивается за 5 минут до отправления транспорта. Мы опоздались на 2 минуты. В маршрутке 3 места свободных, она отъезжает, нам продают на другую маршрутку. Свободные места – проблема не только пассажиров, которые не смогли купить билет. Настоящей головной болью они становятся для водителей. Можно уехать и 5 человек взять, и 3 человека с одним, но на полкову по одному даже направляют. Тенденция уже такая идет, что все автобусы идут с загрузкой 95-100%. Мы нашли ту золотую середину, которой пытались к ней прийти. Разница мнений в вопросе об изменении движения пригородного транспорта очевидна. У каждого свое представление о том, как разрешить сложившуюся ситуацию. С одной стороны, нововведения призваны объединить стандарты обслуживания в вопросе перевозки пассажиров. С другой стороны, граждан устраивала старая система. Понадобится время, прежде чем станет понятно, действительно ли новые правила проезда облегчили жизнь рязанцев.